всем привет а меня зовут 10 киловольт в этом видео я хочу рассказать как настроить джойстик cobra r4 для игры в симуляторе дкс вот она просьба она состоялась вчера ответов мало youtube отправляют человека в youtube там у основы настроек есть но скажем так нету по именно именно по этому джойстику давайте мы начнем наверно не будем тянуть кота за всякие места я имею ввиду за хвост а начнем настройки которые есть у меня я покажу как они работают как они работают как они как можно взлетать и так далее сразу хочу показать что я называю крестиком потому что я не знаю честно говоря как эта штука называется черненькая на джойпаде тоже не знаю как называется забыл я называю это крестиком центральным на правом на левом у меня настроены виды на центральном кто чего настроить то того и будет на кла самих кнопках настроен весь спектр автопилота потому что это очень помогает особенно с этим джойстиком так как здесь написано дергается он действительно дергается очень жесткий давайте начнем так изначально сразу показываю какие у меня стоят настройки настройки крена показываю вот настройки крена регулируется здесь в осевых командах нажимаем и нажимаем настройка оси вот здесь как раз то сам факт есть действительно зона нечувствительности мы ставим на ноль потому что у него и так зона большая если вот я дергаю сейчас влево права ничего не происходит надо посильнее прям аж я не знаю сколько градусов наверно градусов 12 наклонить а вот тут вот как раз вот это с насыщение вы можете сделать насыщение на 70 допустим до насыщение 70 и у вас начнется плавно смотрите по умолчанию стоит 50 и очень резко получается если то есть 50 это будет еще плавнее 30 это будет еще плавнее но сразу предупреждаю когда вы сделаете меньше 50 или 60 у вас просто с ручка полу не будет доворачивать до конца хода не хватит поэтому самый оптимальный способ это настроить на 70 настроить это это будет для начала резковато я настраивал сначала 60 и спокойно летал учился управлять ручкой плавненько далее кривая ноль можете и даже так сделать будет начало плавное потом резкий поворот и в конце еще речь но тут уже экспериментируйте сами я оставил на нуле еще и способ наверно самый эффективный подстроиться под себя это пользовательская кривая в данном случае я использовал вот эту настройку плюс 7 то есть если начало в ноль потом следующая 7 дальше плюс 7 14 дальше плюс 7 21 и так далее вот доходил до последний последний выравнивал уже как-нибудь ну что-то получалось вот наподобие вот такого графика как бы плавность я делал сам что-то наподобие я уже сейчас по-быстренькому вам покажу вот то есть поначалу очень плавно а под конец резко то есть если вы ручку в конец уже выводите уже вам надо срочно довернуть тогда будет резкий поворот или все-таки по настройкам обычным просто вот этим насыщением игрек сделайте 70 ну для начала даже можете сделать 60 это будет плавность еще лучше самолетик у вас будет ходить плавненько влево вправо потом добавляете нас научитесь и добавляете я уже 70 дальше будет больше сразу хочу предупредить вот эта настройка насыщение y на 70 она годна для штурмовки для атак или охоты на самолеты противника она не очень годна самолет не будет доворачивать до конца то есть надо понимать он как раз вот 30 процентов у вас жестик не будет доворачивать то есть я не знаю ну это очень плохо он заходит на виражи очень плохо поэтому при атак на воздушные цели придется сделать больше 80 а то и 90 но там сразу говорю будут резкие движения и сваливания поэтому начало нужно сделать давайте 60 поставим я сразу вам покажу что будет происходить самолетом есть 60 то же самое с тангажом нажимаем настройка оси делаем тоже 60 я просто покажу как плавно это сделать тягу оставляем как есть далее как раз то что я говорил все команды ищу вот они сразу на всех командах триммер крен влево я настроил на кнопки как раз что я показывал на черненькая кнопку сразу под пальцем то есть как раз это тот самый тангаж когда вы нажали на лево и он немножко отвернулся и остался ручка управления в этом положении чтобы вернуть эту ручку центральная придется нажать направо что-то наподобие вот такого тормозим и вот смотрите на ручку вот влево и вот право то есть это будет еще плавнее но я использую основной для посадок или для выхода на курс когда не нужно когда не нужно сильно резких движений разворачиваемся сразу хочу сказать фпс у меня сейчас маленький совсем потому что я сейчас использую программу для записи она сжирает фпс еще эта проблема не решена проблема фпс не знаю как от нее избавиться может кто что посоветует так начинаем взлет чтобы видно было все органы управления я покажу на данных настройках взлет сейчас выровняем ручку управление как должно быть по середочке ну или хотя бы приемлемо для полета влево вверх вниз вот выстраиваем что белая полоса была посередине все сделали для взлета достаточно ну вот так вот примерно повернуть вы значит все закрылки выставляем и делаем полный газ ну ладно тормозами держать тормоза до 90 процентов было бы неплохо а потом отпустим было бы быстрее буду педальками вот он сам и пошел я только чуть-чуть добавил убираем шасси убираем осталось 1500 килограмм автопилот включил случайно включил автопилот вот я сейчас на средних оборотах и начинаю полет чисто центральной кнопкой плавное движение самолета который главное движение самолета который далее если вы переборщили вам надо вернуть нажмите на одну из кнопок автопилота допустим на самую главную автопилоту он выравнивает весь ваш самолет да о по маршруту пошел отставить я всегда выравниваю на настройках автопилота это выравнивание по горизонту самый идеальный вариант настроить самолет выравниваем по горизонту сейчас когда успокоится штурмал самолет пойдет по горизонтальному полету мы начнем уже то что я настроить показывать как это все летает так видно там теперь будет вам все педали все настроился отключай автопилот и пошел пожалуйста вот они все движения довольно плавные вверх сразу я вам говорил что при таких настройках будет очень плавное движение но мертвую петлю вы уже не сделаете ручка до конца не идет вы хотите еще есть свободный ход самого джойстика но на самом деле уже кода нет это настройки на 60 на 60 теперь давайте я покажу настройки на ух ты газу теперь покажу настройки на 70 нам надо крен и тангаж делаем на 70 на 50 тангаж делаем на настройка оси на 70 хорошо теперь смотрите как все изменилось теперь уже у нас движение речь и если честно даже можно сделать мертвые петли резче но если вы будете плавненько поджимать то вы можете не только неплохо лететь но еще и неплохо разворачиваться сразу скажу неплохо разворачиваться только все это делать плавно теперь настроим видите все нормально нормально самолет летает устраиваем торможение попробуем сесть при 70 настройках на 70 и дополнительно настройками дополнительно тангажа и крен настройки плавность не очень я не буду спорить жестик не ахти но выкрутиться можно зайдем еще один кружок скорость сбросим сейчас я использую автопилот удержание заданной высоты и заданной траектории полета то есть как вы перед нажатием одна должна гореть настроена у меня на отдельную кнопку вот я сейчас выключаю поворачиваю как мне нужно самолет допустим он должен лететь по горизонтали выравниваю поворачиваю по горизонтали включаю эту кнопку как повернуть самолет выключаем включаем это дополнительные возможности пилотирования и для кобра 4 как раз и мы можем оглядываться смотреть следить за чем-либо скорость вон она аэропорт уже мы сейчас начнем на него доворачивать высоту выдерживаем снижаемся по-моему нет все в порядке выключаем автопилот это самый часто использованный мной кнопка автопилота потому что ну самое эффективное наверное он и высоту может но постоянно нужно выключать включаем заходим скорость держим нормальная скорость выключаем пилот пилот начинаем доворачивать уже вижу выпускаем шасси а на с с и в в в в в в в в А теперь я пользуюсь, доворачиваю уже отличную скорость педальки, носик задерем, еще задерем, сели. Сразу скажу, у меня нет парашюта, я его уже использовал, поэтому я торможу вручную, нет парашюта, я его использую. Поэтому я сел на этом джойстике, на тормозах и буду сейчас и остановлюсь. Пожалуйста, нормальное движение, пользуйтесь, если вам это видео поможет, я буду очень рад. Всем спасибо за просмотр, всем удачных полетов. 1-0-2, за руку вытянут в своянку. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...